приветствую вас друзья на канале даниила и лариса мы уже представляли вам несколько сывороточных сыров но очень часто я слышу что брюност не всем понравился собственно говоря мы сейчас говорим о прямом отходе производства сыра сыворотки то есть если вы варите дома сыры у вас остается сыворотка и вы задаетесь вопросом что с этой сывороткой делать так вот мы представили два вида сыра из сыворотки брюност не всем понравился а рикотта уже многим надоело поэтому сегодня еще один вариант сывороточного сыра зигеркайзи родом из германии для приготовления сыра нам естественно понадобится в первую очередь сыворотка часто задают вопрос можно ли использовать сыворотку после приготовления сыров с плесенью независимо от того готовите вы сыр из белой или с голубой плесенью сыворотку использовать можно потому что все сывороточные сыры это сыр термокислотной коагуляции сейчас поговорим об этом отдельно но мы сыворотку нагреваем до температуры 95 градусов для приготовления сывороточных сыров в то время как температура пастеризации 65 градусов то есть все бактерии поверьте все плесени все споры в этом сыре умрут и ничего не будет развиваться и так как я уже сказал сыр зигеркайзи сыр термокислотной коагуляции следовательно в первую очередь нам на сыворотку нагреть и во вторую очередь нам понадобится кислота в данном случае используем уксус пищевой уксус обычный 9 процентный друзья полностью все ингредиенты для приготовления зигеркайзи а также пошаговый рецепт вы найдете в описании видео также нам понадобится литр молока но литр молока на 10 литров сыворотки то есть сейчас мы готовим из 20 литров сыворотки я сейчас даю туда молока и понадобится вино красное сухое вино я использую домашнее вино в этом году хороший урожай винограда было получилось классное домашнее вино также можно в сырную массу вмешать какие-нибудь итальянские травы или базилик что-нибудь подобное но вот когда мы будем сырную массу готовить я скажу чтобы в этом в этом месте можно вмешать травы а пока друзья наша задача нагреть сыворотку до температуры 95 градусов до температуры термокислотной коагуляции и забыл самое главное сыр зигеркайзи очень короткого срока вызревания через три-четыре дня вы уже будете но я вместе с вами наслаждаться прекрасным вкусом сыра мы уже приготовили один получился он классный нам очень понравился больше чем ли кота потому что река то годится только на выпечку ну и на какие-нибудь бутербродные сыры типа помазанок добавить не паприки что-нибудь еще а зигеркайзи отличный ломтевой сыр так вот быстро созревает еще и четыре дня готов к употреблению и что нам еще понадобится из оборудования понадобится дуршлаг марля и форма для приготовления сыра с поршнем обязательно то есть он будет присылаться под достаточно большим весом ждем пока нагреется сыворотка друзья мы снимаем уже второй сыр сегодня и готовим и снимаем поэтому немножко устал я сказал про молоко но не ввел его вводим в сыворотку молоко из расчета 1 литр на 10 литров сыворотки хорошенько перемешиваем и нагреваем теперь уже до температуры 95 градусов простите пожалуйста за то что я немного торможу но уже уже устал нагрели молоко до температуры 95 градусов останавливаем нагрев вливаем сюда уксус и хорошенько перемешиваем после того как перемешаем оставляем в покое где-то на 5-10 минут должна подняться пенка вот вы видите уже хлопьями берется сыр через две-три минуты образуется вот такая вот плотная шапка из сыра но не спешите его снимать дайте ему постоять минимум 10 минут чтобы весь белок коагулировал и превратился в сырный сгусток далее соорудили конструкцию из друшлака застеленного марлей и берем вот таким вот образом кусочки сгустка стараемся не разламывать его чтобы не напылить чтобы но часть сгустка не осталось у нас сыворотки мы его никак оттуда не выловим и перекладываем сгусток в друшлак грубо говоря стараемся не дробить сгусток вот так вот брать большими кусочками видите какая сыворотка стала совершенно прозрачная совершенно прозрачная как водичка это очень хорошо весь белок из нее получается нам удалось практически весь белок из нее выделить после того как весь сыр собран оставляем его где-то часа на два чтобы он стекал в друшлаке ну и соответственно он остыть должен после этого края марли подвязать связываем и подвешиваем сыр на ночь над раковиной чтобы он стекал а завтра друзья продолжим после того как сыр полностью стек то есть перестала с него капать сыворотка перекладываем его форму выравниваем поверхность сыра руками и подпрессовываем его накрываем дренажный код дренажным ковриком и ставим под пресс пресс 9 10 килограмм на 12 часов в течение этого времени в течение 12 часов один раз сыр следует перевернуть форме после этого приступим к засолке через 24 часа наш зигиркайзи готов к посолу друзья я вчера был уставший забыл рассказать по поводу трав если вы хотите в сыр нести травы базилик итальянские травы какие-нибудь орешки можно внести паприку кстати можно обмешать вот когда мы собрали сыр с поверхности сыворотки вы выложили его в дуршлаг в это на этом этапе вмешиваем то что мы хотим мешать сырное тесто и оставляем стекать уже с травами а потом отправляем на прессовку и так через 24 часа мы получили получили вот такую вот головочку зигиркайзи хорошая головочка отличный аромат теперь друзья из красного сухого вина я приготовил рассол 1 литр вина 65 грамм соли в этот рассол помещаю зигиркайзи на четверо суток засаливаться через четверо суток я покажу что будет через четверо суток а пока зигиркайзи полезаю в рассол кстати переворачивайте его раз в день переворачивайте а потому что он по своей консистенции он не плавает как обычный сыр а ложится на дно нижняя часть не будет просаливаться если его не переворачивать поэтому раз в день обязательно переворачивайте до встречи через четыре дня через четыре дня наш зигиркайзи готов осталось его просушить вот такая вот у нас штука интересная получилась перекладываем его на решеточку и оставляем на сутки на просушку каждые часа три-четыре пять часов переворачиваем чтобы он одинаково высыхал с обоих сторон а завтра соответственно будем дегустировать на следующий день зигиркайзи обсох и можем его зарезать как говорится как то так вот что у нас получилось давайте посмотрим крупным планом структуру вот такой вот срок друзья с творожистой структурой и прекрасной винной корочкой давайте попробуем какой он получился на вкус зигиркайзи очень классный сырок вообще такой вкус потрясающий реально фонтан вкуса он немножко сладковатый немножко соленоватый при вкус вина это нечто по консистенции ну как я даже не знаю как что с чего с фетой можно наверно сравнить как твердая фета очень приятный вкус вот в меру просолился вкус немножко пикантный отдает но все-таки фруктовый привкус это привкус вина аромата какого-то особого у него нету тоже только аромат вина в котором он вымачивался но на бутерброды друзья самое то реально на бутерброды будет просто супер круто ну и как просто как закуску к сырной тарелке тоже этот сыр прекрасно подойдет но вот смотрите если вы не любите рикотту вам не нравится мягкий сыр вы не готовите там каких-то чизкейков и в то же время вам не понравились те варианты которые мы предлагали рикотту с наполнителями с паприкой там со всякими с перцами в общем с наполнителями как бутербродный сыр если вам не понравился норвежский брюност тогда вот еще один вариант что можно приготовить из сыр из сыворотки очень интересный срок зигеркайзе рекомендую попробуйте вы не пожалеете вкус реально ну очень прикольный мне понравился с удовольствием слопа его за завтраком с кофе на бутерброды ну вот так вот друзья представляем вам рецепт сыра зигеркайзе пробуйте если есть вопросы конечно задавайте в комментарии в комментариях на все вопросы мы с ларисой ответим вы конечно подписывайтесь на канал чтобы не пропустить ничего интересного оставайтесь с нами а мы готовим для вас новые интересные сыры всего доброго пока